Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Госсовета Российской Федерации под руководством президента Владимира Путина. Оно проходило в формате видеоконференц-связи и было посвящено транспортной стратегии нашей страны. Среди ключевых вопросов, которые обсуждались в ходе заседания, приведение в нормативное состояние федеральных и региональных дорог, развитие общественного транспорта и другие вопросы. Будущие контуры отечественной транспортной системы необходимо определить с учетом новых технологических вызовов, экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом. С этого заявления, открывая заседание Президиума Госсовета Российской Федерации, начал президент страны Владимир Путин. Обновленная транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни наших граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. Заявил российский лидер. На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением. Напомню, это требование прямо закреплено и в конституции нашей страны. И, конечно, это означает, что пассажирские и грузовые перевозки осуществляются, как принято говорить, строго по расписанию. Отправляются и прибывают в намеченный день и час. Среди ключевых направлений стратегии приведение в нормативное состояние дорог, включая региональные и муниципальные, развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, электротранспорта, модернизация сферы с точки зрения экологии, обновление подвижного состава, в том числе с использованием нового кредитного инструмента. Примечательно, что в 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением и при поддержке президента страны Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта. На заседании Президиума Госсовета многие участники отметили успешный опыт реализации проекта в Тверской области. Глава региона Игорь Руденя обратил внимание, что проектам по обновлению общественного транспорта, которые реализуются в субъектах, необходимо придать общий федеральный статус. Транспорт в Верхневолжье сегодня постоянно звучал практически во всех докладах, где шло обсуждение про общественного транспорта, и Тверь приводилась в Тверской области в качестве успешного примера реализации. Это и Андрей Рымович Белоусов сказал, и наши коллеги коммерческие, и помощники президента Российской Федерации. Поэтому дальше будем наш опыт расширять на территории нашего субъекта, и сейчас следующий этап это уже введение, восстановление трамвайного движения в центре города Твери. Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций, где проживает треть населения Тверской области. В Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Киморской и Зубцовской агломерациях. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхней Волжья» с обязательным предоставлением льготного проезда. Разработано мобильное приложение «Волга», которое позволяет пассажирам посмотреть расписание, построить маршрут, а также приобрести абонемент и оплатить проезд по QR-коду. Запуск новой модели позволил изменить в регионе ситуацию в сфере пассажирских перевозок. Обеспечено стабильное соблюдение расписания автобусов с интервалом от 5 до 12 минут. Количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось в три раза. Число пострадавших в них людей — в четыре раза.